Микс Ньюс У нас сегодня по видеосвязи разговор с руководителем Латвийской Ассоциации по обслуживанию опасных отходов Андреем Ложковым. Андрей, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, радио Болкова. Да, здравствуйте. Мы слышим друг друга, это хорошо. Значит, мы хотим поговорить об экологии, тоже связанной, естественно, это с коронавирусом, ну и пограничных разных вопросов, связанных с отходами, с мусором, с выбросами и прочим. Ну вот, главным образом, если так глобально начинать, сейчас мы слышим о том, что на фоне печальных новостей, связанных с коронавирусом, есть хорошие новости о том, что вроде как с экологией всё становится только лучше, животные приходят в города, вода очищается, выбросов становится меньше. Что вы по этому всему поводу думаете? Читаете ли вы тоже эти новости? Какого мнения придерживаетесь? Это краткосрочная такая история? То есть всё вернётся назад, как только люди... Или да, пружина разогнётся, и ещё с большей силой всё это продолжится? Как бы, чтобы понять эту общую температуру в больнице, необходим какой-то отрезок времени, по какому... На данный момент у нас есть информация, от чего мы отталкиваемся, где можно анализировать, что у людей меняется мышление, меняется структура потребления, скажем, потребляются продукты. Потому что, по идее, в наши времена, что есть отходы? Отходы, по идее, есть некий ресурс. Это материалы, упаковка. И всё это является, скажем так, продуктом потребления. И если мы берём какой-то отрезок времени, который мы сможем проанализировать, мы видим, что, допустим, даже анализируя медицинские отходы, то мы видим, что нет плановых операций, значит, нет неких отходов. Но меняется, опять же, в другую сторону потребление ПВЦ и других, то, что есть повязки и остальные. И со временем, конечно, это мышление людей меняется, и потребление в каких-то отдельных группах будет меняться. И, соответственно, будет меняться и структура отходов. Ну, конечно, общаясь с молодым поколением, мы тоже увидим, что потребление уменьшается, да, и, соответственно, и будет уменьшаться структура отходов. То есть люди потребляют, как мы видим, меньше пластика, ходят в магазины с... Своими, ну, из материалов сделанных. Да, да, и то есть отходы сами по себе. Наша анализ, что это циклическое явление на данный момент, то есть и все понемножку будет возвращаться обратно, так же, как и со всем. Люди выходят на улицу, мы видим весна, и как бы ничто не вечно. Мы можем как бы и сами прогнозировать, да. Но, чтобы прогнозировать какой-то более... Как мы видим, этот арк от ситуации. Ситуация будет, скорее всего, еще продлена на месяц, на два, и какой-то отрезок времени мы сможем очень хорошо проанализировать. А вы думаете, будет продлена? Понять, как действовать уже в дальнейшем. Ситуация касается... Извиняюсь. Вы думаете, что будет продлена чрезвычайная ситуация после 12 мая? Ну, скорее всего, беря во внимание общий европейский опыт, то это не кончится 12 мая. То есть наши прогнозы, что... Это больше надо спрашивать, конечно, у эпидемиологических экспертов, но и Латвия, как член Европейского Союза, все-таки ведет практику европейских эпидемиологических экспертов, так же, как и технологии и мусорной отрасли. Мы тоже очень стараемся смотреть и перенимать опыт наших немецких коллег и видим, что там происходит с структурой потребления, структурой отходов и мусора, и каким образом, скажем, в сфере обслуживания используются, какие химические вещества, чтобы обезопасить общество таким образом. Да, но с другой стороны, вот то, что сейчас наблюдается, например, в Венеции, где видят там дельфинов, чуть ли не плавают золотые рыбки, спокойно в этой воде чистой, насколько эта ситуация будет долгой? И то, что мы видим, что и животные осваивают оставленные людьми территории. Вот не получится ли так, что буквально через месяц снова вода загрязнится в Венеции и так далее? Ну, как же, я не хочу быть пессимичным, но Олег Майдников, он ведь качается в обе стороны. Если Майдников качается в одну сторону, то, скорее всего, потребление того же туризма, да, ну, турист, он сам по себе потребляет конкретно кубический, там, четверть куба мусора, скажем так, да, и потребляет воды, потребляет... То есть это под собой имеет влияние на загрязнение, да, каждое в Венеции и в Италии, скажем, они как туристические центры, да, очень сильные, имеют очень сильные потоки, скажем, со всего мира, в том числе очень большой поток из Азии. Слушай, если поанализировать, почему именно в Италии произошел вот этот всплеск, потому что очень большое количество туристов из Азии. Ну, и азиат, сам по себе, как турист, да, он много что привозит с собой, там, еду, мы сами видим, если едем в Италию, там, не знаю, в Таллин, мы видим, как азиаты потребляют, скажем, они потребляют, скажем, чуть меньше, да, но все же потребляют, и ходят в свои же китайские рестораны, и эта структура, как бы, потребления, она должна качать, маятник качнется в тот момент, когда эта ситуация возобновится, и возобновятся туристические потоки, и, скажем, этот средний показатель на человека, на туриста, там, средняя темпия по больнице, скажем, ну, там, пятая часть кубического метра, допустим, на одного туриста, который потребляет и делает некоторые загрязнения, то есть этот маятник качнется в обратную сторону, и эта ситуация, конечно же, ну, не будут дельфины плавать в Венеции, но какая-то рыба там будет, и это надо уже с их теологами говорить, я уже не настолько компетентен в этих вопросах, но именно что касается потребления, то я думаю, что я ответил на вопрос. Нет, но с другой стороны, мы все, ну, историки помнят о том, что еще 150 лет назад Лондон был чудовищно загрязнен, поскольку там дымили фабрики, там знаменитый вот лондонский смог, он был именно от того, что эти частички угля оставались в воздухе, и в Темзине водилась рыба, но затем, когда вот были предприняты шаги по улучшению экологической ситуации, сейчас мы видим совершенно другую ситуацию, может быть, увидев, насколько без туристов хороша Венеция, может быть, власти решат ограничить количество туристов, ну, то есть будут более... А деньги. Ну вот, ну да. Это очень зависит от политики государства и политики отдельного муниципалитета, скажем. Мы тоже очень хорошо видим, как меняется воздух в некоторых городах Германии, где вместо евро-4 есть евро-5, и, скажем, выбросы частичек дизеля совсем доведено до минимума, да. Там возможно гулять, и, возможно, ну, качество воздуха намного выше, даже по сравнению с Ригой, намного выше, да. У нас эта возможность невозможна, а это связано было с нашим угольным терминалом, который находится совсем недалеко, да. То есть такая практика, что угольный терминал в центре Ригеля рядом, это очень... В Европе такого нет. Это связано с очень многими факторами. С тем же фактором по очистке загрязненных сточных вод, которые, допустим, в западноевропейских странах намного выше, и очень высокие штрафы. До этого, скажем, очистка сточных вод в Латвии. Ну, на это смотрели очень, очень, как бы, через, как сказать, через пальцы. На данный момент эти критерии повышаются, и есть очень большая надежда, что и у нас будет, и мы будем жить в более чистом воздухе в городе, именно речь идет про Ригу, и иметь более чистые сточные воды. То есть два года назад было введены критерии по обязательным критериям биологических очистных сооружений и для Рижского района. Ну, все, что в Риге, потому что в Риге у нас все-таки канализация, и Рига, и Саудин, и мне. Мы имеем локальные биологические очистные, где нет возможности подключиться к центральному канализации, и это тоже имеет очень большое... Каждый этот критерий, как маленький пазл, складывается, и, в общем, мы видим общую картину, скажем так. Потому что нет одного полкритерия. Вот туризм, да, туризм — это потребление, и это способствует выбросам и воду, и воздух, конечно, едет такси, и все это связано. То есть здесь надо взять очень много маленьких факторов и сложить их в единую картину. То, что дельфины плавают, это, мне кажется, чуть-чуть был там пиар-ход. Возможно, некоторых организаций негосударственных, которые популяризируют меньшее потребление. С чем можно согласиться? Чем больше потребление, тем больше мусора. Это очень просто. Это как алгоритм. Глава стации по обслуживанию опасных отходов Андрей Ложков у нас сегодня в гостях. Нам можно позвонить 672-12-93-9 или написать через WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Чтобы мы далеко просто не ушли, уточнить хочу по поводу угольного терминала. Это действительно нетипично для городов Европы и мира, что у нас очень близко он находится? Ну, изучив опыт других стран, да, мы можем видеть, что если они и были, они были вынесены вне центра города или вне акватории, скажем, больших городов. И это у нас осталось советское как бы прошлое, но сейчас, прошлый год, его перенесли подальше у углетерминоз. Это сильно? Плюс, наверное, на руку нам сейчас на данный момент, как бы, рижанам, то, что потребление угля все-таки будет уменьшаться, если мы будем смотреть в более длинном отрезке времени. То есть все-таки переходит на альтернативные виды топлива, неугленно, и является одним из самых загрязняющих и как во время логистики и перегрузки, так и во время самого термолизма, ну, то есть сжигания данного топлива. Есть звонок у нас, давайте примем звонок. Доброе утро. Доброе утро. Пожалуйста. А вот сейчас во многих магазинах перчатки, но они и раньше в вуочных отделах были, прозрачные. Я выхожу из магазина, я перчатки снимаю. А куда мне их девать? Там стоит около магазина один мусорник, в который все эти перчатки тоже кидают. А они как вредные, невредные. Спасибо. Спасибо. Да, я тоже хотел спросить, вот на фоне того, что сейчас люди соблюдают самоизоляцию и воздерживаются от разных там вещей, очень, мы видим просто, что очень много перчаток, очень много масок. И пакетиков. Пакетиков. Каждая булочка в супермаркете сейчас она не просто, можно сказать, она уже упакована. А что это за отходы, может быть, в двух словах расскажите. И вот насколько уже почувствовали, что действительно увеличилось количество таких отходов пластиковых? ПВЦ, пластиковые отходы, ну, данный, каждый магазин, ну, оператор торговый имеет договора с обслуживающей компанией отходной, и, по идее, просто в этом коде, в этом группе увеличивается расход, но я здесь ничего такого катастрофального, ну, на данный момент не вижу, если имеет торговый магазин, тогда эти отходы, по идее, должны сортироваться, если они сортируются, тогда это просто сортируется уже на линии, но в данный момент в Риге, если это Гетлин, тогда это не имеет линию, и если это, то, что Рига на данный момент поделена на несколько зон, да, конкретно в этой группе, в этой группе, ну, я не вижу такого риска. Конечно, это увеличает на данный момент, но, как я уже говорил, если смотреть более длинный отрезок времени, тогда надеемся, будем надеяться, что конкретно пластикат и все, что используется для, все равно он пойдет на уголь после отмены этой ситуации. Просто я так понял, вопрос слушательницы, не опасно ли то, что, может быть, мы трогали этими перчатками поверхность, которых касался человек, зараженный коронавирусом, ну, то есть, вот в этом, мне кажется, больше даже был вопрос. Не становятся ли опасными эти отходы? опасные отходы, я как бы, то, что мы видим, это больше медицинские и больницы, где уже являются зараженные, зараженные, как бы, ну, и люди с пневмонией, и с другими видами болезней, там эти отходы уже конкретно в закрытых контейнерах от медицинских работников вывозятся, и правильным методом, как бы, операторы вывозят и утилизируют, там, термолизм, или, то, что касается магазинов, но, то, насколько, ну, по нашим данным и на наши процедуры, то, что, ну, нет такого риска в магазине, потому что, ну, то есть, нет необходимости выставлять закрытые контейнеры, то есть, эти маски выкидывают, ну, не маски, эти выкидываются на продуктах, по идее не должно быть, ну, по нашим, это то, что мы получаем информацию от эпидемиологов, то есть, на продуктах, которые там, ну, если на них не чихают, то такое, такого риска, ну, но мы получаем информацию, как бы, от медицинских, от Весли, из министрей и эпидемиологов, то есть. А вот такой вопрос тоже, может быть, более общий, вообще, в принципе, популярно мнение, такое скептическое, что экология, вот это зеленое движение, вот вы сказали про пиар, и оно тоже в большей степени существует на уровне пиара, а на государственном уровне все-таки побеждают какие-то лобби, предпринимательские интересы, денежные и так далее. Вот как на это смотрите, насколько у нас в действительности зеленые идеи, они по существу, что называется? Ну, всегда, всегда ребята надо смотреть и анализировать информацию, где-то, ну, правда, всегда где-то, наверное, посередине информации, которую мы исходим. Конечно, меняется культура потребления, но все понимают, что земля загрязнена, и загрязнение воды и воздуха это серьезная проблема, которую придется решать всем мировым лидерам, в том числе нашим экспертам и политическим лидерам. И с этим нужно, с этим нужно, скажем, скажем так, если по утеплению, по утеплению климата есть несколько теорий, они между собой как бы конфликтны, да, то все согласны над тем, что земля загрязнена, загрязняется, это загрязнение происходит во время производства. Один из самых больших загрязнителей, это, конечно же, Китай, как мировая кузница всех товаров, да, 20% загрязнения приходится именно на Китай, 20% производства в соответствии загрязнения, да, то есть, ну, необходимо меньше потреблять, конечно, и меньшее потребление ведет к меньшему загрязнению. Но, вот с другой стороны, критики говорят о том, что отказ от самолетов, ну, вот сейчас большинство авиакомпаний практически прекратило авиасообщение, но вот выброса СО2 в воздух не так уж явно заметен эффект, как, в принципе, вот и говорила об этом Грета Тунберг, требуя, чтобы люди отказались от авиасообщения, как вот наиболее вредящего экологии земли. Этот эффект, Олег, мы не сможем сразу так за один месяц, да, этот эффект, он кумулятивный, и это очень много разных, люди меньше ездят, люди только сейчас начали кататься, скажем, да, во многих странах Европы вообще карантин, где люди не двигаются, то есть этот кумулятивный эффект локальный мы сможем видеть только через более длинный отрезок времени, ну, что там появились дельфины в Венеции, и это очень короткая такая новость, но я это связываю больше с ВИА, да, отменят эту ситуацию и туристы хлынут, опять же, и вот мы сможем анализировать конкретно этот период, скорее всего, это будет июль, да, и весь этот период с весны, апрель, марта, да, и до конца июля, тогда будет более точная картина того, что произошло, ну, какой это имел, какой это имел эффект на загрязнение воздуха, да, или уменьшение, или наоборот, и остальных, и остальных, то есть сейчас я пока, то, что мы читаем анализы, сейчас пока еще рано говорить какого-то ну, о очень большом эффекте, да, ну, конечно, этот авиакеросин загрязняет, но это и это, конечно, и будет иметь эффект. Звонок у нас есть, еще один, доброе утро. Доброе утро, пожалуйста. Андрей, у меня два вопроса. Первый вопрос, вы говорите, что нужно уменьшить потребление, как мы можем уменьшить потребление, когда то, что сегодня производится, служит очень маленький срок, полтора, два, три года, то есть, допустим, у меня есть микроволновка, которая купила еще в конце 90-х, начало 2000-х, и она до сих пор работает. Ну, периодически хотелось более конфорно, покупали новую, или там, друзья дарили новую, новая работает два-три года и умирает. Ее выкидываешь, достаешь опять старую, и она опять работать продолжает. Все же с машинами. У меня отца машине 30 лет, и она ездит и ездит. А новой машине 5-7 лет, и уже мусорник. Это первый вопрос. Второй вопрос, касаемо опасных отходов. Смотрите, батарейки мы попользовали, и их можно везде сдать. Сдаешь их бесплатно. Аккумулятор автомобильный, все сервис принимают бесплатно. Даже еще и скидку дают. Да. А резина, резину ты поменял, а сдавать оно за свои деньги. Хотя ДРМ, дабы с ресурсом уже включен в стоимость резины при ее покупке. Спасибо. Спасибо. Да, давайте. Ну, с первого. Хороший вопрос задал ваш слушатель. Может быть, я начну с этого последнего вопроса насчет резины. Да, действительно, это является очень большим проблематикой в обслуживании отходов именно шины, которые являются довольно сложными продуктами для утилизации. И это несколько фракций и корт, и как бы это, если там размельчается, тогда это имеет, скажем, некую крошку, это имеет дальнейшее использование в индустрии. Да, из него производится и обратно-шины, и эти роты лавками, детские площадки. То есть, с этим этот продукт, он как... Но есть другие группы продуктов, которые очень хорошо регенерируются обратно в экономику, и Европа очень хорошие показатели имеет, и это пример другому миру, что можно жить, можно регенерировать продукты обратно, использовать их, использовать их, как бы перерабатывая и тот же PET, и тот же металл, это тоже по идее продукты, то есть, отход с кодом, который регенерируется, да. Ну, то есть, проблемы есть, никто не говорит, что проблем нет, но их надо решать, и решать надо технологически, но каждый год ездим на выставки, очень огромные выставки в Германии, где собраны лучшие технологии с мира, и как, каким образом регенерировать, и как бы насчет потребления, вот хороший вопрос, да, есть продукты, которые раньше производились с идеей, что они будут служить вечно, вечный примус, скажем, да, в этом фильме, но сейчас это все поставлено на потребление, и возможно, что некоторые производители имеют такое, что оно меняется, но что, я всегда, ну, своих друзей, своих коллег, пытаюсь, пытаюсь, как, ну, айти надо призывать, думать, призывать, призывать тот момент, когда что-то покупаешь, ты подумай, тебе это нужно или не нужно, может быть, купить чуть-чуть дороже, но будет это дольше тебе, и, ну, всегда подумать, нужно ли мне, там, я не знаю, вторые кроссовки, там, или третьи кроссовки, ну, допустим, я не знаю, это как пример, или там, некоторые там, по две машины покупают, три машины, на семью, ну, я не знаю, это уже, наверное, в западных странах, больше в Германии, у нас, наверное, уровень чуть-чуть, ну, скажем, это о каждой вещи, о мелочи, о большие вещи, ну, надо менять, и я вижу, что новое поколение уже, скажем, дети, и мои дети уже чуть-чуть по-другому мыслят, и намного, намного уже думают, а надо ли мне это, да, ну, хорошо, там, этот айфон, это, наверное, культура, да, уже, этого поколения, но, что касается потребления, эта структура меняется, она постепенно, нельзя сломать сразу, как бы, это, что было, это мы привыкли уже, и, наверное, привычка, это самая большая сила общества и культуры отдельного поколения, или несколько поколений. Можно я еще повернусь к резине все-таки, вот, действительно, такая довольно существенная проблема, увидим, периодически у нас уже много лет горят эти свалки нелегальные, да, с шинами, не так давно очередной был пожар в Пардаугове, отчего это вот происходит, вы сказали, что нужно с помощью технологии это решать, но почему-то у нас это вроде как и не решается, и действительно ли много завозится в Латвию, то есть, получается, импортируется шин с каким-то, с каким-то денежным интересом, вот, насколько мне известно, около 47 тысяч тонн покрышек, непереработанных у нас на территории страны находятся. Как вообще видите выход из этой проблемы? Есть технологии переработки, и 4 года назад, как бы, ну, министерство среды поставило очень большие надежды на технологию измельчения, да, измельчения шин, как бы, и это является конечным статусом, там, превращение ее в резину, и обратно, как бы, вы получаете этот ДРН, да, но мы тогда чуть-чуть, как бы, оппонировали министерство, и, и, и выслали свое мнение и предложение, что все-таки не ставить на какую-то одну технологию, а разрешить технологиям конкурировать между собой, скажем, есть другие технологии, там, термолиза, пиролиза, как, ну, то есть, дать коммерсантам самим выбрать, операторам и переработчикам выбрать самим технологию, и, 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 как бы, чтобы, чтобы конкретный продукт, конкретная группа отходов была переработана в соответствии со всеми нормами Европейского Союза, но и чтобы коммерсант, как бы, не будем скрывать, да, мог заработать, вложить в оборудование и дальше уже развиваться, ну, то есть, была ставка сделана пять лет назад на один конкретный вид переработки, ну, скажем так, мы в Европе измельчение, это одна из технологий, но есть и очень много других, там, газофикация, скажем, из вырыва и корт, этот шин можно тоже и, как бы, перерализировать и перерабатывать и в жидкое масло, и в топливо, и можно иметь другие продукты, которые потом обратно возвращаются в какую из индустрии, там, индустрии красок и других, да, то есть, эта проблема есть, и она есть не только в Латвии, и она есть везде, и в Литве, и в Эстонии, как бы, мы эстонских коллег опыт изучили, и, как бы, просто это потребление, да, то есть, потребляем больше, чем можем переработать, вот, все необходимо, ну, увеличить, да, переработку, в общем-то. Увеличить переработку, да, и переработку, как мы видим, как мы видим, допустим, в Германии, нам очень нравится немецкий опыт, потому что Германия все-таки по отходным технологиям, да, Германия, немецкие говорят чуть-чуть рано, они передовики во всем, как бы, их технологии, они даже, ну, и свои инженеры подумают, если что-то интересное, тогда, да, и азиатские технологии как-то улучшают, скажем, и мы видим, что там очень много технологий по переработке, как бы, ну, конечно, надо разрешить, чтобы коммерсанты, операторы имели возможность и перерабатывать, и развиваться. Но у нас, как бы, тоже в обществе сложилось такое мнение, что вот переработка отходов это что-то очень-очень плохое, и тогда обязательно там черный должен дым, и загрязнение очень большое, но технологии улучшаются, и все, только вопрос в инвестициях, так как мы, страна Европейского Союза, то мы получаем софинансирование, если, ну, отрасль получает софинансирование в момент, когда построена новая технология, которая уменьшает выбросы в атмосферу, ну, то есть возможности есть, их надо использовать, и, и, ну, надо чуть-чуть менять и то же мышление, что не всегда, там будет только шоколадное производство, вот едешь там, я не знаю, даже по той же Австрии и видишь, что, ну, да, есть какие-то выбросы, но тогда нам надо сделать выбор, или у нас нет рабочих мест, да, и рабочие места не появляются, или есть какие-то выбросы в пределах норм, там, да, там дым белый, ну, хорошо, и он есть, это измоши есть, но мы будем честными, наверное, надо честно сказать самим себе, что, ну, у нас не будет в Латвии только шоколадные фабрики, только, там, я не знаю, переработка дерева, да, тогда, тогда не надо очень, печалится, что у нас нет рабочих мест, это только одна структура экономики развивается. Если можно, я хотел все-таки вернуться к вопросу слушателя, потому что его вопрос был скорее в том, что не уменьшить нам потребление, а, может быть, компаниям, которые производят, ну, те же самые айфоны, известно, что Apple даже платила штраф, потому что их поймали на том, что программное обеспечение не поддерживает старые, то есть если у человека есть старый айфон, он бы хотел, может быть, пользоваться старым айфоном, но он просто перестает работать, а человек вынужден покупать новый, то есть сами компании заинтересованы в том, чтобы вещи служили меньше, и мы покупали все время, телевизор ломался через два года, и мы были вынуждены купить новый телевизор, новый айфон. Вот как заставить компании, может быть, все-таки продлить срок жизни своих продуктов? Ну, это, наверное, не вопрос мусорной отрасли, мы-то видим, что электроника хорошо довольно перерабатывается, разделяется на пластика, на несколько фракций, ну, как заставить, как заставить, ну, наверное, информировать общество, и, скорее всего, общество проголосует своим евро, или там, рублем, или чем, или, ну, это самое хорошее, самое-самое сильное, что может подействовать на производителя, это информация, и век наших технологий, когда есть Твиттер, Фейсбук, ну, пару таких вот новостей, что вы, вы как производитель, недостаточно думать о долгосрочности отдельного продукта, может являть очень хороший эффект, может быть, этот производитель подумает, и все-таки не будет, ну, все-таки все хотят иметь позитивный, ну, маркетинг-эталлс, позитивный, и думать о среде, скажем так. Ну, если к мусорным вопросам тогда уж переходить, вот мы наблюдали в Риге целую эпопею с этим связанную, которая косвенно даже привела к отставке Рижской думы, изначально был объявлен, насколько вот вы наверняка помните, был объявлен конкурс, его выиграла одна компания, ЦРБ и Рига, с ней был заключен договор на 20 лет, потом был этот скандал, что в этом какую-то монополию рассмотрели, теперь, в общем, как вы сами уже упомянули, разделили Ригу на три зоны, и три компании, соответственно, будут обслуживать. Как вы на весь вообще этот скандал смотрите, на чьей вы стороне, и как оцениваете ситуацию с обработкой мусора, вывозом мусора у нас в столице? Ну, наверное, я, как и Рижанин, всегда буду приветствовать, но не только как один из активных деятельных отраслей, мы как ассоциация всегда приветствуем, чтобы Рижанин чувствовал себя хорошо, чтобы была какая-то конкуренция. Но время покажет, знаете, как до этого была одна ситуация, теперь ситуация поменялась, есть эти три игрока, но, конечно, хотелось бы, чтобы и в кошельках мы почувствовали, как Рижанин, что есть какая-то конкуренция, но это уже как бы вопрос иммуниципалитета и других. То есть сейчас на данный момент ситуация не самая плохая, конечно, то, что было до этого, ну, было совсем, ну, время тоже покажет, как это будет работать. Сейчас, вот, наверное, выборы в августе, да, выборы, и новое руководство Думы уже должно поанализировать, как эта работа происходила, как она будет происходить, и уже исходить из критериев, которые, и показатели, которые покажут, что как Рижанин чувствует себя. Ну, все, можно сейчас в век технологий очень быстро изучить и показать, как, то есть, таким образом. Я, по, что касается коммунальных отходов, это отдельная отрасль, и, как вы знаете, у нас есть полигон большой Гетвен, где все это, как бы, перерабатывается, и, ну, есть директива сейчас, что уже нельзя делать обглобашенное, и необходимо больше переработки, то, что Европа от нас просит, и это тоже очень большая задача, большая задача, и большая, как бы, для Латвии, как для члена Европейского Союза, и заоткнёмся. Вызов, да, вызов. Два языка. Да, да, да. Да, вызов, большой вызов для Латвии, как бы, если это не произойдет, тогда, ну, точно, это должно произойти, да, мы должны уменьшить объемы, и увеличить объемы переработки, то есть это не только Рига, но и вся Латвия, мы, как члены Европейского Союза, обязались это сделать, и должны это делать, и это все очень связано, и процессы, ну, и здесь должно работать сотрудничество. У нас очень большая проблема, что у нас это политическая фрагментация, очень большая, да, в Рижской Думе, то есть до этого была одна какая-то сила, одни силы, министерства другие, но мы как-то должны все-таки смотреть, мы живем в одной стране, и наши интересы, как Рига, и Рига, как самый большой город и столица страны, но все же эти интересы совпадают, и мы должны как-то все-таки работать, и эту лодку в одну сторону, а не качать, знаете, один, один, может быть, гребет там в одну сторону, второй ее качает, третий там снизу еще, и тогда эта лодка, ну, как бы, ну, в идеале, и в этой сложной отрасли, и отрасли, и предпринимателям, вообще, как-то, ну, то есть должны быть единые цели, и к ним идти. Сейчас еще звонок, Вадим, принимем, доброе утро, пожалуйста. Доброе утро, Рижане, еду на свалку в Гетине, представляете, как в руку позвонил. Значит, смотрите, какая ситуация, вы заметили, что в наших лесах мусора становится больше, больше и больше, я думал, что же это за сволочи делают, вот это, да? Теперь обратил внимание на такую вещь, во-первых, нереально подняли цену за мусор, например, когда ремонтируешь квартиру, минимальная сумма, которую ты в бюджет закладываешь на мусор, 270 евро, максимальная 650, ну, для Рижанина много за вывозку мусора. Теперь, смотрите, моя ситуация, вот у меня мусорочек, я сейчас заезжаю в Гетлине и хочу сдать его на переработку, причем дорого заплатить. И знаете, что мне говорят, что вот этот мусор мы берем, а вот, например, лампы, ну, лампочки, которые в потолок вставляются, у меня их сейчас 72 штуки в торговых центрах, вот лампы, мы его не возьмем. Я задаю вопрос, окей, куда мне это отвезти? Они говорят, у нас такой информации нету, я звоню на вторую свалку, там ситуация аналогичная. У меня теперь единственный выход вывезти это в лес. Или вы мне сейчас скажете, куда мне это отвезти, если нет. Скажите, пожалуйста. Спасибо. Радиослушатель очень актуально попал и прямо в больную точку ему попал эта передача, включил, наверное. Но, чтобы коротко, я может быть, чтобы понять, отходы делятся на садзе ивес, это бытовые отходы. Бытовые, кайты иги, это опасные, опасные, но вредные. Вредные и опасные, то есть три группы есть. Ну, по всем своим критериям разрушение является бытовой, да, свалкой, и там опасные отходы вообще запрещены, и у них нету их, и они не могут ни по европейским критериям, ни по каким принимать эти отходы. То есть это, мешать отходы, это запрещено. А куда тогда? То есть это нельзя делать. И эти лампочки, которые дорогой слушатель провез, их возможно принять во многих супермаркетах, риги, и насколько я знаю, даже спицы, и в Альфе есть отдельные контейнеры, куда их можно просто положить, и там есть контейнеры. То есть есть и это Иллм и Сент-Нас, есть, эти разные лампочки, в принципе, они принимаются, есть компании, можно посмотреть, есть в Министерстве среды и ВВД общая страница, где все эти отходы, написано конкретный отход, куда можно сдать. Да, конечно, неприятно, что надо ездить, тратить свое время, но мы, наверное, должны быть ответственны по отношению нашей среде и нашему поколению, следующему, которое растет, чтобы им досталось хорошее наследство. Ну, в основном-то, я думаю, объяснил я это, и, может быть, как-то пошли в открытую ЛВ, насколько я помню, где все эти по группам, можно посмотреть, куда это сдается, и уточню, и вышлю. Конечно, это нужно информировать общество так, чтобы жителям Рига и другим было проще, проще, и в одном месте вся эта информация была видна, куда что сдавать. А ситуация вот с сортировкой мусора, стекло, картон, всевозможные там пакеты из-под молока, это тоже, в принципе, имеет значение большое для экологии. Ну, конечно, если мы сортируем и перерабатываем и возвращаем это отдельно обратно в индустрию, где обратно из-за этого производится, то есть, это имеет очень большое влияние. Конечно, оно не уходит, и мы не обглобаем, а возвращаем. Даже в Европе есть директива регенерации, по которой там по отдельным группам отходов, ну, там, Латвия, в каких-то, как член Европейского Союза, есть критерии испилдит, а есть где-то не испилдит, где нам надо подтягиваться. вот, конечно, в каждом конкретном группе нам необходимо вот смотреть эти критерии и исполнять их. Ну, мы как, и это может быть и позитивно, позитивно, что мы должны все время думать, вот, каких технологий, каких переработок нам не хватает, чтобы исполнять. Последний, сортировать нужно и сортировать можно, и это не так сложно, я сам, у меня самого здесь, где нету, внизу, сам разделяю и сам выношу эти отходы. так что это очень важная вещь для нас всех и для нас для следующих поколений. Да, по поводу требований Евросоюза, вот, в частности, насколько мне известно, Евросоюз хочет, чтобы к 2025 году процент переработанных отходов увеличился до 55% в странах-членах, у нас сейчас, если не ошибаюсь, составляет около 30%, то есть, ну, почти в половину надо увеличить. Насколько вообще это реально, насколько мы успеем и успеваем уже? Ну, насколько мы успеваем или не успеваем, мы, скорее всего, не успеваем, как бы, есть этот период времени и, как уже и сказал, этот вопрос, когда он говорил, что мы должны уменьшить объемы объемы обглобоваться, опять, этот отходов и увеличить переработку, соответственно. И одна из таких вот быстрых решений, это, конечно, сжигание, но это опять критичный вопрос, потому что общество критически воспринимает это, ну, как и этот, один из самых таких эффективных, но в Европе есть и другие виды переработки, и у нас тоже есть другие виды переработки, чтобы увеличить и не опаздывать с этими сроками, которые мы сами пообещали, ну, не пообещали, нам поставлены как член Европейского Союза. То есть, это важный, 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 все зависит от инвестиций и от технологий, которые построены, но, как мы видим, их не хватает на данный момент, чтобы вложиться в сроки. Спасибо. Надо сучить рукава и работать. Спасибо вам, Андрей, да, нам пора уже заканчивать. Глава Ассоциации по обслуживанию опасных отходов Андрей Ложков был у нас сегодня губ.